В Тверской области завершился пятый международный фестиваль «Андреевские дни». В этом году он объединил исполнителей Верхней Волжьи, Белоруссии, Казахстана и Китая. Открытие прошло в Твери в киноконцертном зале «Панорама». Там состоялся гала-концерт фестиваля. Всего фестивальные мероприятия прошли в трех городах Верхней Волжья – Твери, Кимрах и Бежицке. Международный фестиваль народной инструментальной музыки «Андреевские дни» проводится один раз в два года. Он объединяет талантливых исполнителей и композиторов, которые сохраняют и продолжают творческое наследие Василия Васильевича Андреева, а также ценителей народной инструментальной музыки. Свою историю фестиваля «Андреевские дни» начал в ноябре 1989 года с праздника «Бежицкая балалайка», который затем переименован в областной фестиваль народной инструментальной музыки «Андреевские дни». Уроженец Бежицка Василий Васильевич Андреев известен как основатель первого в России оркестра русских народных инструментов. На Малой Родине открыт музей музыканта. Установлен памятник знаменитому земляку. Местная музыкальная школа носит имя Василия Андреева. Задача стоит в том, чтобы всячески развивать национальные инструменты. Всем показывать, что Тверская земля – это родина великого Василия Васильевича Андреева, который создал жанр народной инструментальной в нашей стране. И столько сейчас последовали. Это десятки тысяч музыкантов-народников благодарны именно Василию Васильевичу Андрееву, кто родился в Бежицке. И сейчас в этом фестивале также мы видим белорусский коллектив балайчный. Это уникальный абсолютно коллектив. Восемь женщин замечательных, красивых, играют на балайках. Самая маленькая балайчка и заканчивая контрабасом. В этом году фестивальные мероприятия прошли в Твери, Кимрах и Бежицке. Участниками гала-концерта в областном центре стали коллектив «Витебские виртуозы», Республика Беларусь, лауреат международных и всероссийских конкурсов, баянист Евгений Пак, Республика Казахстан, солист-балалайчник Юй Сяо, Китайская Народная Республика. Удивительно, как такой молодой, интересный человек, который увлекся исполнительством на балалайке, и в планах он для себя определил развитие этого направления, развитие нашего русского инструментального искусства у себя на родине, в Китайской Республике. Также на фестивале выступали любительские оркестры и ансамбли народных инструментов, солисты-инструменталисты из Тверской области. Приветствие его участникам направил губернатор Игорь Руденя. Мероприятие выполняет важную миссию – служит сохранению выдающегося культурного наследия нашей страны, которая находит живой отклик в сердцах людей в России и за рубежом, рассказывает о традициях и обычаях нашего народа, его богатой истории и духовном мире, любви к родине. Уверен, что фестиваль вновь пройдет на высокой творческой ноте, запомнится яркими выступлениями и подарит радость от встречи с настоящим искусством. Субтитры создавал DimaTorzok